Здарова, народ! Здарова, YouTube! Будем сегодня обозревать мечту. А мечта — это настоящие очки, как у Григория Лепса, бренда Жан-Поль Готье. Конец XX века, то есть 80-е и 90-е годы. По-моему, оправа, если я ничего не путаю. Конкретно данная модель появилась в 86-м или 87-м году и выпускалась до начала либо середины 90-х. Цена на данные очки сейчас на аукционах eBay, на Etsy или каких-то частников доходит до 800 долларов. Средняя цена — 400 долларов, 300-400 долларов. Мне же эти очки достались всего лишь за 35 долларов, благодаря тому, что девчонка из Калифорнии, особо не разбираясь, продавала это как очки, уже довольно сильно поношенные. Как она писала, можно в них устроить фотосет. Я, естественно, по наводке одного коллеги, по хобби сразу купил, заказал. Из Калифорнии они мне шли две с половиной недели, что очень быстро. Это было неожиданно и очень обрадовало меня. Сразу начнем сейчас с осмотра. Я их со всех сторон покажу. Ну, конечно, линзы здесь, может быть, на камеру не видно весьма сильно. Царапаны уже их я менять буду уже на этих выходных. В целом, покрытие для очков, которым, наверное, лет 30, сохранилось просто на 5 с минусом. Вот, смотрим. GPG, Жан-Поль Готье сокращенно. Носоупоры сохранились родные, со вставками тоже GPG. Пожелтели уже, но это не страшно. Главное, что не треснули. Единственная досада. Вот, видимо, здесь когда-то паяли крепление. Я не знаю, что с ним делали. Но, скорее всего, ремонтировали и сильно нагоревали. Поэтому покрытие именно в районе крепления сошло. И здесь такой серый участок. Но, учитывая, что это очки за 35 долларов, а не за 400 и не за 800, то этот огрех нисколечко их не портит. Кстати говоря, они еще были без пружин. Пружины, как родные, встали от лепс-оптики. Но только от других очков, которые мне, по сути, не нужны уже. Сразу хочется сказать, что эталон, он весь такой элегантный, небольших размеров. И вот мы сейчас начнем сравнивать очки от лепс-оптики. И сразу будет видна разница. Напомню, лепс-оптика появилась где-то 4 или 5 лет назад. И позиционировала себя сначала как очки, как у Григория Лепса, а потом очки от Григория Лепса. И изначально выпускались только модели Парус. В общем, изначально выпускались именно копии Готье. А марка Готье – это любимая марка Григория Лепса. Так, и видим просто дикие различия в размерах. Вот даже на моей не такой уж и маленькой голове, а голова у меня, наверное, по людским меркам больше средней по размеру, мне не нравится, как смотрятся многие модели лепс-оптики. Они смотрятся все-таки большими. Это же, наоборот, смотрится маленько и очень аккуратно, и солидно. Но самое, что меня больше всего бесит вот здесь вот, это как сделана душка и так называемые вот эти боковые шоры. Колоссальные различия в деталях. Так что вот, смотрим. Что интересно, если взять заушник, оторвать его, ну, снять, загнуть его вот так вот и обратно одеть, получится вот эта же вот форма. Эти изменения, вероятно, были сделаны с целью, чтобы не нарушать авторские права Жан-Поль Готье. Хотя я не знаю, так ли это на самом деле. Я считаю, что можно было хотя бы размеры сохранить. Увеличенный размер данных очков очень их портит. И это больше как-то, как это сейчас сказать, вот... Я просто не знаю, как сейчас сходу сказать. ТП-шная мода, когда большие очки. Просто какая-то опопсованная, опопсованная, я бы так сказал. Вот прям вот тенденция сейчас наблюдается. Большое, большие оправы, большие очки. Такие все вот... Блин, ну, в общем, вы поняли. Вот это вот настоящие, прекрасные, эталонные очки. Как у Григория Лепса. Именно как у Григория Лепса. Сам вот такие я не видел ни разу, чтобы он одевал именно эти. Он одевает свой бренд. Это очки Лепс Бай Лепс и очки ГЛ Эксклюзив. И все, как бы... Он-то все равно носит Готье в основном. Хитрый какой, а? В общем, если судить так, я скажу, что... Вот это для ценителей. А вот это вот для тех, кто... Ой, Гришечка, я за тобой на край света. Именно для таких фанатов. Именно для фанатов. Фанаты им пофигу. Они будут говорить, что вот это вот пофигу, это так. Главное, что здесь вот есть гравировка Григория Лепс вон там, вон. И что это очки от его фирмы. Поэтому вот они круче, чем вот это вот. Хотя истинные ценители знают, что... Жан-Поль Готье и вообще эталон никогда не будет побежден. И так было всегда в жизни. И я бы порекомендовал Лепс оптики. Хорош. Вы вот здесь вот размер уменьшите хотя бы вот до такого. Пофигу, если там какие-то там права авторские. Вот это можно не менять. Хотя я бы тоже это поменял. Кстати, здесь можно было бы нанести надпись ГЛ. Ну, если бы вы изменили дизайн. Надпись ГЛ сюда или что-нибудь в этом роде. Но размеры неадекватные. Поэтому для меня Готье это Во. А Лепс оптика это Во, короче. И мне абсолютно не хочется вот эти очки больше носить. И я их не буду носить. Они у меня будут как для коллекции. Очки, напоминаю, называются Парус. Это были первые мои очки. На которые я делал обзор. Только там был цвет серебряный. Под старое серебро. Я купил себе другие. Те продал. Потому что цвет мне не очень нравился. Купил вот эти. Но теперь так получилось, что вот совершенно случайно нашел Готье за 35 долларов. А, многие спросят, что же изначально я не покупал Готье. Ну, вы в принципе слышали. Цены 300, 400, 500, 600, 700 долларов в кризис. Это неподъемные для меня деньги. Тем более за очки. Так, ну, со сравнением вроде закончили. Я еще раз так покажу. Чтобы уж так сказать капитально. А, нет. Не так. Вот так лучше. Так что Григорий рекомендовал бы я не надуривать людей-то, а выпускать вот что-нибудь вот точно скопированное, но просто со своими брендами. Ну, либо частично скопированное, но хотя бы размер, блин, сохраняйте. Ну, и качество, конечно же, я не буду сейчас говорить, но часто качество в лепс-оптике косячное. В общем, вот они. Такие вот Готье. Моделька 56. 56, 4174. Клеймо Жан-Поль Готье. Фрейм Made in Japan. Надпись уже прилично стерлась. Надпись V-Protection вообще не стерлась. А им точно, наверное, лет 25-30. На лепс-оптике все эти надписи бы уже сто раз стерлись. Обзор данных очков можно заканчивать. И теперь пару слов о моих новых приобретениях. От лепс-оптики, конечно же. Модель лепс-бай лепс первых серий. Это полностью скопированное, полностью скопированное с Готье. И по размерам, и по дизайну. Вот поэтому я не верю в авторские права. Потому что, ну, блин, полностью скопировано. Точно, абсолютно. Линзы здесь уже не от Григория Лепса. Здесь другой фирмы. Вот. Ничего не мешает вам точно так же скопировать данную модель. Я не понимаю смысл, какой был менять. Если вот это вот, как я уже повторюсь, полностью скопированная модель. Опять же, как я говорил, что я якобы коллекцию заканчиваю. Так и есть. Коллекцию я свою закончил. Просто большие я поменял вот на эти. С другим коллегой по хобби. Я сделал объявление. Обменяю очки винтаж. Модель винтаж на лепс-бай лепс ранних выпусков. Вот он мне предложил. Мы обменялись. Он был парень из Сочи. Я с Уфы. Вот. По почте обменялись. Интересное хобби на самом деле. Любое хобби интересно. Если ты как бы действительно его любишь. Так же делал обзор когда-то на модель лабиринт. Она у меня была тоже цвета под старое серебро. Цвет мне не нравился. И ее я подарил. А себе приобрел вот эту взамен. Очень красивая модель. Можно было бы сказать, что она скопирована хорошо. Но нет. Это только у меня она выглядит неплохо. У нее, как я уже говорил, брови были вот так вот шли. Как у закос под женские очки или пидорские. Я взял соответствующие инструменты и пошаманил. И вот брови идут практически как на настоящих Готье. Именно ровно. Опять же размеры по сравнению с Готье здесь больше. И вот это очень разочаровывает. Эти очки заметно наряднее предыдущей расцветки, предыдущей модели, которая у меня была. Они все блестят, сверкают. Ну и, конечно, не забываем для тех, кому просто интересно регулировка механизма. Тоже в прошлом показывал, в прошлом обзоре. Но если вдруг кто обзор не смотрел, а вот это видео смотрит первым. У данной модели регулируется заушник по длине. Здесь специальный винтик. Вращаем. Душка едет сюда. И укорачивается в обратную сторону. Соответственно, удлиняется. Так что на любую голову, в принципе, пойдет. Ну, за исключением ширины. Очки будут по ширине большинству лиц нормально лезть. Но людям с такой голововой, как у меня, больше средней, придется вот так в раскорячку разгибать дужки. Вот. Но мне даже так больше нравится, чем если бы это было вот так вот на все лицо. Я люблю, когда очки сосредоточены на глазах, а остальные места занимают крепление. Вот. Так что такие обновки. Но на самом деле коллекция новыми моделями не пополнилась, как я и говорил. Просто сменил расцветку и все. Так. Ну, ладно. Все. Я не знаю. Ничту я осуществил. Замечательное готье у меня есть, наконец-таки. Это моя, пожалуй, ну да, действительно любимая модель. Даже больше, чем вот эта вот. Так что да, такие дела. Ладно, все. Пока, народ.